Братья Гримм — Послушай, скажи-ка своему отцу, что я хочу выйти за него замуж, и уж будешь ты у меня каждый день в молоке купаться да вино попивать, а дочь моя пусть в воде купается и пусть пьет одну только воду. Воротилась девушка домой и рассказала отцу то, что ей велела передать женщина. Говорит отец, как же мне быть? Женишься раз, опечалишься век. Оно ведь и радость, и горе. И вот, не зная, как ему поступить, снял он с ноги и сапог и говорит, возьми-ка этот сапог, в нем подошва дырявая, отнеси его на чердак и повесь на большой гвоздь и налей в сапог воды. Коль вода из него не просочится, то придется мне во второй раз жениться, а просочиться так и не стану жениться. Девушка сделала, как ей было велено, но от воды дыра в сапоге затянулась, и сапог оказался доверху полон воды. Рассказала она о том своему отцу, полез он на чердак, увидел, что дочь говорит правду. Пошел в водове и женился на ней, тут они и свадьбу сыграли. На другое утро встали обе девушки, видят, стоит перед отцовой дочкой молоко для мытья и вино для питья, а перед дочкой жены вода для мытья и вода для питья. На второе утро, видят, стоит вода для мытья и вода для питья перед отцовой дочкой и перед дочерью жены. А на третье утро, глядь, стоит вода для мытья да вода для питья перед отцовой дочкой, а молоко для мытья да вино для питья перед дочкой жены. Так пошло оно и дальше. Не взлюбила мачеха падчерицу и не знала, что бы такое придумать, чтобы было ей день от дня и того хуже. А была она к тому же завислива, падчерица была и милая и красивая, а родная ее дочь была уродлива и противна. Однажды зимой, когда наступили лютые морозы и все кругом позамерзло, горы и долины засыпалось снегом, шила мачеха платье из бумаги, позвала девушку и говорит. «Надень это платье, ступай в лес, да принеси мне полное лукошко земляники, мне хочется ягод поесть». «Господи, да как же зимой земляника не растет?» – молвала девушка. «Земля-то вся промерзла и снегом покрыта. И как пойду я в бумажном платье? На дворе так холодно, что дух захватывает. Ветер продует меня насквозь, а колючий терновник разорвет мне платье». «Что же ты, перечить мне вздумала?» – сказала мачеха. «Ступай живее и не смей мне на глаза показываться, пока не наберешь полное лукошко земляники». Она дала ей кусок черствого хлеба и сказала. «Этого тебе хватит на целый день». А сама подумала, на дворе ты замерзнешь, из голоду пропадешь и никогда назад не вернешься. Девушка послушалась, надела бумажное платье и вышла из дому с лукошком. А кругом одни только снегады, снежные просторы и дали, и ни одного зеленого стебелька не видать. Пришла она в лес и видит. Стоит маленькая избушка, и выглядывают из нее три маленьких лесовика. Поздоровалась она с ними робко, в дверь постучалась, они крикнули «Входи!». И она вошла в комнату и села на скамейку у печки. Ей хотелось согреться и съесть кусок своего хлеба. А маленькие человечки говорят «Дай нам кусочек». «Хорошо», – ответила она. Разломила свой кусок хлеба надвое и отдала им половину. А они потом спрашивают «Отчего ты в таком тоненьком платье зимою в лесу?» «Ах, – ответила девушка, – я должна набрать полное лукошко и земляники. А без этого мне домой вернуться никак нельзя». Когда она съела свой кусок хлеба, они дали ей метлу и сказали «Теперь подмети снег у черной двери избушки». Она вышла, а маленькие человечки стали между собой говорить «Что бы нам такое ей подарить? Ведь она прилежная и ласковая и хлебом своими с нами поделилась». И сказал первый из них «Я одарю ее тем, что будет на день от дня становиться все краше». Второй сказал «А я одарю ее тем, что будет у нее изо рта, только скажет она слово, падать червонцы». А третий сказал «А я одарю ее тем, что явится король и женится на ней». Исполнила девушку то, что сказали ей маленькие человечки, промила метлой снег у избушки, и, как вы думаете, что же она нашла? Спелую землянику. Она пробивалась темно-красной ягодкой из-под снега. Набрала девушку на радостях полное лукошко, поблагодарила маленьких лесовиков, попрощалась с каждым из них за руку и побежала домой, желая принести мачехе то, что та ей велела. Воротилась она домой и только сказала «Добрый вечер», как тотчас выпал у нее изо рта червонец. Потом она рассказала, что случилось с нею в лесу, и при каждом ее слове падали у нее изо рта червонцы, так что вскоре вся комната была завалена ими. «Поглядите-ка, она это чванство!» – закричала ее сводная сестра. «Так деньгами и швыряется». Но втайне она ей позавидовала, и захотелось ей тоже пойти в лес за земляникой. Мать стала ее отговаривать. «Нет, милая доченька, на дворе слишком холодно, ты можешь замерзнуть». Но та ее все упрашивала, и мать наконец согласилась, шила ей роскошную меховую шубку и дала ей в дорогу хлеб с маслом и пирожки. Отправилась девушка в лес и пошла прямо к той избушке. Три маленьких человечка, как и в тот раз, выглянули из окошка, но она с ними не поздоровалась и не глядя на них, и не сказав им ни слова, ввалилась в комнату, уселась у печки и стала жевать свой хлеб с маслом и пирожки. «Да и нам немножко», – попросили маленькие человечки. Она им ответила, «мне и самой-то не хватит, чего ради буду я с другими делиться». Когда девушка поела, они сказали, «вот тебе метла, вымете чисто перед черной дверью». «Э-э-э, да метите вы сами», – ответила она, «я вам не служанка». Когда она поняла, что они дарить ей ничего не собираются, то ушла от них. И стали говорить между собой маленькие лесовики, что бы ей такое подарить за то, что она такая недобрая, с таким злым, завистливым сердцем и не хочет делать никому добра. Сказал первый, «я одарю ее тем, что будет нас с каждым днем все уродливее». Второй сказал, «я одарю ее тем, что при каждом слове, что вымолвит она, будет у нее изо рта выскакивать жаба». А третий сказал, «а я награжу ее тем, что она умрет лютой смертью». Стала девушка искать землянику, но не нашла ни одной ягодки и воротилась с досадой домой. Только она открыла рот, чтобы рассказать матери, что случилось с нею в лесу, как стала выскакивать у нее изо рта при каждом слове «по жабе», и все почувствовали к ней отвращение. Стала мачеха еще пуще прежнего злиться на свою пачерицу и придумывать, как бы ей досадить, а пачерица становилась с каждым днем все красивей и красивей. Наконец достала мачеха котел, поставила его на огонь и стала кипятить в нем пряжу. Когда та проварилась, взвалила она пряжу на плечи бедной девушки, дала ей в руку топор и велела идти на речку, вырубить в ней прорубь и хорошенько промыть пряжу. Девушка послушалась, пошла и вырубила во льду прорубь, но когда она колола лед, подъехала пышная карета и сидел в ней король. Карета остановилась, и король спросил, «Дитя мое, ты кто такая? Что ты тут делаешь? Я бедная девушка, я мою пряжу». Король ее пожалел и, увидев, что она такая красивая, сказал, «Хочешь, поедем вместе со мной?» «Ах, с большой охотой», — ответила она, обрадовавшись, что ей не придется идти назад к мачехе и к сестре. И она села в карету и поехала вместе с королем. Прибыли они в замок и отпраздновали там пышную свадьбу, и было это ей в награду от маленьких лесных человечков. Спустя год родила молодая королева сына. Когда мачеха услыхала о таком великом счастье, она пришла за своей дочерью в замок, будто желая ее проведать. Но как раз в ту пору король куда-то отлучился, и про королеву никого не было. Схватила злая женщина королеву за голову, а дочка взяла ее за ноги, они подняли ее с постели и бросили в окошко в реку, протекавшую около самого замка. Потом мачеха положила в постель свою уродливую дочь и укрыла ее с головой одеялом. Воротился король и захотелось ему поговорить с женой. Но старуха закричала, «Тише, тише, сейчас нельзя! Она лежит в сильной испарине, нынче ее надо оставить в покое!» Король, не подозревая ничего дурного, пришел только на другое утро. И когда он заговорил с женой, то при каждом слове выскакивали у нее изо рта жабы. А прежде бывало падал червонец. Тогда король спросил, что это значит. А старуха объяснила, что это у нее, дескать, от сильной испарины и что скоро все пройдет. А в ночи увидал поваренок, как приплыла в досточной канаве какая-то утка и спросила, «Король, ты как поживаешь? Бодрствуешь или почиваешь?» Но когда он ей ничего не ответил, утка спросила, «А как мои гости сидят?» Ответил ей поваренок, «Нет, они крепко спят». Стала она спрашивать, «А как родимый сыночек?» И ответил поваренок, «Он спит себе в люльке всю ночку». И обернулась тогда утка королевой и вошла в замок. Покормила ребенка, покачала его в клыбельке, укрыла его и опять уплыла по канаве. Так являлась она подряд две ночи. А на третью сказала поваренку, «Ступай и скажи королю, чтобы он взял свой меч и трижды взмахнул им надо мной на пороге». Побежал поваренок и рассказал о том королю. Явился король и трижды взмахнул мечом над привидением. И только взмахнул в третий раз, вдруг видит, стоит перед ним его жена, жива, здорова и невредима, как была прежде. И был король в великой радости. Он продержал королеву в потайной комнате до воскресенья, когда должны были крестить ребенка. А когда его окрестили, король спросил у старухи, «Как должно поступить с человеком, который стаскивает кого-нибудь с постели и бросает его в воду?» «Никак иначе, — ответила старуха, — как посадить такого злодея в бочку, утыканную гвоздями, и скатить его с горы в реку». И сказал король, «Ты сама себе вынесла приговор». И он велел принести бочку, утыканную гвоздями, и посадить в нее старуху с дочкой. Забили бочку наглухо и спустили с горы. И покатилась она прямо в реку. Субтитры создавал DimaTorzok